Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и мы с вами находимся в Черешневом саду. Многие из наших коллег боятся сажать у себя черешню, так как считают, что она довольно теплолюбивая культура, и в нашем климате подмерзает, плохо растет, дает слабый урожай. И я спешу вас разочаровать. Черешня по своим свойствам гораздо более пластичная культура, чем даже вишня. Как это ни странно. Хотя вишня – это культура наша отечественная. Черешня прекрасно растет практически на всех почвах, за исключением тяжелых, глинистых и песчаных. Единственное ее условие при посадке – это расположение грунтовых вод и отсутствие микрозападин. Ни одна плодовая культура не выносит близкого расположения грунтовых вод, то есть они должны быть ниже, чем 1,5-2,5 метра. А также никогда не сажайте ни яблоню, ни грушу, ни тем более вишню-черешню в понижениях рельефа. Там застаивается холодный воздух, и деревья со временем подмерзают и гибнут. Какие же требования у черешни к условиям выращивания, за исключением типа почв и близости грунтовых вод? Как и все культуры, она светолюбива. То есть для посадки выбирайте место, которое будет освещено как минимум половину дня. Второй аспект. Как и все культуры косточковые, она цветет довольно рано и подвержена такому заболеванию, как ванилиальный ожог, поэтому требует защиты от этой болезни в период цветения. Когда распустятся первые цветки, мы проводим первую обработку, которая и защищает здоровье растений. Как и все культуры, она требует, естественно, подкормок, полного комплекса азота, фосфора, калия, а также микроэлементов. При недостатке последних у нее начинаются различные физиологические расстройства. Например, хлороз листьев, когда листья становятся светло-зелеными. И это заболевание чаще всего проявляется именно на бедных почвах. В таком случае, если почвы у вас песчаные, бедные, вам следует позаботиться о том, чтобы вносить дополнительный комплекс удобрений. Сама по себе культура черешни является высокорослой, особенно если она привита на подвой дикая черешня. Если ее не ограничивать в росте, она может спокойно достичь высоты 8, 10 и даже 15 метров, как мы иногда видим старые дикие черешни в лесах. Однако, прививать черешню можно и наклоновые подвои, которые делают ее рост более сдержанным и, как следствие, удобным для ухода. Кроме того, черешня прекрасно подвергается обрезке. Важное условие – это своевременно вырезать центральный проводник, когда дерево достигнет удобных для вас размеров. И дальше оно вам особых хлопот не доставит, так как начнет утолщаться, расти вширь, закладывая все новые и новые плодовые ветки. Что можно сказать о сортах черешни? В настоящее время ее ассортимент весьма широк. Это очень популярная культура во всем мире. Не исключение и сорта, предназначенные для условий средней полосы. Сейчас уже выведены сорта, которые спокойно могут жить в условиях севера Белоруссии, даже севера России, Подмосковья, давая вкусные, сладкие и крупные плоды. Одним из таких сортов является сорт Сюбаровская. Этот сорт белорусской селекции довольно-таки старый, середина 20 века. Однако, тем не менее, он не теряет свое место среди любимых сортов наших любителей. Почему? Дело в том, что он отличается очень высокой зимостойкостью и потрясающей пластичностью. Когда в 2017 году у нас сложились очень неблагоприятные условия весной, когда подмерзла вишня и даже не цвела, когда повреждена была слива, алыча, абрикос и персик, тем не менее, большинство сортов черешни и сюбаровская среди них дало отличный урожай. Кроме того, для сюбаровской характерна высокая самоплодность. Это значит, если у вас на участке нет других сортов черешни, сюбаровская гарантированно даст вам умеренный урожай. А если вы еще обеспечите ей опылителя, то урожай будет просто потрясающий. Сюбаровская относится к сортам раннего срока созревания. И созревает обычно уже в начале июня, в начале-середине июня, в зависимости от климатических условий. Плоды у нее в средней величине весом 5-6 грамм, красивого темно-вишневого цвета. Мякоть средней плотности, не очень мягкая, как, допустим, у сортов типа гений, но и не хрустящая, как бегарра. Сорт устойчив к болезням, зимостоек и привитый на клоновые подвои типа ВСЛ и Измайловский, отличается умеренной силой роста, что весьма немаловажно. Кроме того, для этого сорта характерны особое расположение листьев на побеге. А именно, ее листья, такие слегка продолговатые, крупнопильчатые, как будто слегка поникшие. Как будто дерево немножко такой плакучую, имеет плакучую листву. По этому признаку, сюбаровскую, очень легко отличить от большинства других сортов. В целом, этот сорт может занять достойное место в ваших садах и наградить вас в самые ранние сроки очень вкусной, сладкой и красивой ягодой. Еще один сорт раннего срока созревания – это черешня грунковая. Это тоже довольно-таки старый сорт, но, тем не менее, прочно занявший свое место в наших садах. Она чем-то очень похожа на сорт сюбаровская. Во-первых, по срокам созревания, по окраске плодов, но в остальном это все-таки два разных сорта. Во-первых, тип кроны. Она обладает более приподнятой, более рыхлой кроной, с листьями средних размеров, которые располагаются параллельно поверхности почвы. И поэтому крона более такая просвечивающая, в отличие от сюбаровской. И ягоды хорошо видны. С одной стороны, это даже хорошо, мы видим, но это видят и птички. Что можно сказать об этом сорте? Созревает он даже немножко раньше сюбаровской. Обладает очень приятным сладким вкусом. В период полного созревания, когда ягода становится темно-красной, вкус чисто сладкий и кислинки практически не чувствуется. Мякоть очень приятной консистенции, нежная, тающая, сочная. Сок темно-вишневый. Особенностью этого сорта является сухой отрыв. То есть, когда вы снимаете ягодку, черешок легко отделяется. И от места отрыва не выделяется сок. То есть, такая ягода при сборе не дает сока, не пачкает руки. И способна переносить даже перевозки на довольно большое расстояние, без потери качества. Главное, не насыпать их толстым слоем. Прекрасно подвергается заморозке, сохраняя все свои лучшие качества. Сорт высокозимостойкий, пластичный, урожайный. Однако, во время цветения он немножко может повреждаться заморозками. Таким образом, Гронковая – это достойный сорт для вашего сада, обладающий приятным сладким вкусом, нежной мякотью, приятной окраской. Плоды у нее чуть выше среднего, особенно на молодых деревьях. И маленький аспект. Если вы хотите иметь крупные плоды, обязательно формируйте дерево. Только в таком случае оно даст вам самое красивое, самое крупное и самое вкусное черешни. Группа сортов черешни среднего срока созревания открывает сорт наслаждения. Это настоящее наслаждение для садовода. В чем же его особенность? Помимо традиционных для наших белорусских сортов характеристик, таких как зимостойкость, устойчивость к болезням, адаптивность и пластичность, этот сорт обладает воистину изумительным, уникальным вкусом. Это настоящее наслаждение. Плоды у этого сорта крупные, приятной такой округло-сердцевидной формы, со светлой желтой окраской и красивым ярким румянцем. На солнышке этот румянец проявляется очень четко, как будто нанесли кисточкой ярко-красную краску. Мякоть у этого сорта плотная, хрустящая, чисто сладкого вкуса и очень сочная. Сок бесцветный, либо светло-желтый. Для этого сорта характерна раскидистая воздушная крона с листьями небольших размеров, ярко-зеленой окраски. В саду на подвое, в СЛ-2, либо измайловский, этот сорт черешни будет иметь сдержанную форму роста, но это не означает, что его не нужно обрезать. Обрезка стимулирует закладку плодовых веточек, стимулирует цветение и обеспечивает вас высоким урожаем на будущий год. Обрезать черешню обязательно нужно ежегодно, сдерживая ее рост в высоту, это раз, и прореживая крону изнутри, это два, чтобы не было загущения. Только в таком случае все черешни на дереве окрасятся и будут напоминать просто расписные игрушки. Продолжает серию сортов среднего срока созревания черешня и путь. Это сорт российской селекции, который в последнее время приобретает все большую и большую популярность. Чем же это обусловлено? Во-первых, высокой зимостойкостью. Сорт создан в условиях довольно жесткого климата, и поэтому в условиях Беларуси вообще средней полосы, а тем более в южных регионах, он способен реализовать все свои потенциалы на 100%. Сорт устойчив к болезням, таким как листовые пятнистости. Однако у него есть маленький минус. Его плоды способны растрескиваться и легко поражаются плодовой гнилью. Поэтому желательно проводить профилактику от манилиозов и не допускать перезревания. Для того, чтобы уменьшить поражаемость плодовой гнилью этой черешни, необходимо проводить осветляющую обрезку. Обязательно. Крона должна быть прозрачной, легко продуваемой и просвечиваемой. В таких условиях плодовая гниль практически не развивается. А теперь вернемся к положительным моментам. Конечно, достоинством этого сорта является размер плодов. Плоды крупные и очень крупные. Приятной окраски, темно-вишневой, в вазу полного созревания. Нужно сказать, что окраска в целом у нее очень уникальная. Она слегка пестренькая, чем привлекает внимание, нужно сказать, не только людей, но и птиц, которые по достоинству оценивают его вкусовые качества. Сорт обладает мякотью средней плотности, не очень хрустящей, как, допустим, у гостинца или у наслаждения. Но, тем не менее, это не гини, это не водичка, как некоторые говорят. Мякоть приятная, темно-красная, сочная, приятного, сладкого вкуса, с небольшой, практически неощущаемой кислиночкой. Когда ягоды полностью созревают, кислинка исчезает. Ипуть – это дерево сильно рослое. Поэтому желательно приобретать его на подвоях клоновых, которые его сдерживают. Допустим, Весейл, либо Измайловский, либо любые другие. Кроме того, не забывайте про обрезку. Потому что даже на этих подвоях черешня стремится как можно больше занять место. В целом, кора дерева устойчива к повреждениям морозом, к морозобоинам, к солнечным ожогам, а также к грибным заболеваниям. Повторюсь, слабое место этого сорта – это только плодовая гниль. Которую можно сократить благодаря агротехническим приемам, грамотной обрезке и своевременной уборке урожая. Сорт достойный, красивый, урожайный и может занять достойное место в вашем саду. Мы продолжаем знакомиться с сортами среднего срока созревания. И перед вами сорт гостиниц. Сорт белорусской селекции, среднего срока созревания, высокозимостойкий и очень высокоурожайный. Отличается изумительными по качеству плодами. Это настоящий гостиниц на вашем столе. В чем же его достоинство? Ну, помимо высокой зимостойкости, устойчивости к болезням, устойчивости к засухе и прочим, прочим, прочим. Во-первых, размер. Черешня очень крупная, красивой, округло-сердцевидной формы, с такими широкими плечиками и выемочкой. Это окраска, очень аппетитная. В период полного созревания, а надо сказать, мало кто дает ей довисеть до полного созревания, она имеет приятный ярко-красный, алый румянец. В период технической зрелости, потребительской, это основная желтая краска, на которой разлит красный румянец по большей части плода. Мякоть у него хрустящая, сочная, кисло-сладкая. В период полного созревания сладость, конечно, преобладает. Но это не те приторно-сладкие сорта, от которых просто дерет в горды. Он очень приятный на вкус. И повторюсь, очень высокоурожайный сорт, очень благодарный сорт, который ежегодно радует садоводов-любителей своими вкусными крупными ягодами. Дерево по своей силе роста относится к группе сильнорослых. Поэтому желательно, не просто желательно, а обязательно сдерживать его стремление ввысь, проводить формирующую обрезку, которая позволит вам в полной мере насладиться и урожаем, и его качеством, а также ухаживать за деревьями. Необходимо сказать, что черешня – это любимая ягода наших птиц, скворцов, дроздов и прочих врановых. И как можно защитить ее? Кто-то пользуется отпугивающими всякими приспособлениями, типа компакт-дисков, блестящих, шуршащих лет и так далее. Однако в условиях дачных участков все-таки оптимальным вариантом является защита при помощи сеток. Но для этого необходимо, чтобы ваше дерево имело все-таки сдержанную форму роста. А в этом вам поможет только обрезка. Таким образом, гостиниц – достойный сорт для вашего сада, который обязательно займет свое место, чтобы радовать вас в течение лета вкусными, сладкими, красивыми ягодами. До новых встреч, уважаемые зрители канала «Процветок». До встречи на нашем канале «Процветание» вам и вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова